Итак, что же дальше? А дальше еще не конец. В стихе 9 Иисус развивает затронутую тему и говорит о том, что законное основание для развода, а, точнее, нравственно приемлемое основание для расторжения брака, все же есть. И теперь, позвольте прочитать еще раз этот стих, и вы поймете, почему я сделал именно такой вывод о том, что есть основание для расторжения брака. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей, говорит Иисус Христос, не за прелюбодеяние, давайте посмотрим, как это звучит по-гречески, порнеа. Так вот, я говорю вам, кто разведется с женой своей не за порнея и женится на другой, тот прелюбодействует. Итак, вот эта короткая фраза «не за прелюбодеяние». Так она звучит в переводе, но более точно она звучит не за порнеа. И о значении этого слова мы позже поговорим подробнее. На первый взгляд, представляется, что слова Иисуса здесь нуждаются в особом осмыслении, и их исследование позволяет выделить основное установление относительно развода и повторного брака. А как вы думаете, упомянутая выше короткая фраза «не за порнеа», чтобы она не значила, составляет исключение из общего правила или нет? Для начала давайте посмотрим, в чем же заключается общее правило. Давайте еще раз прочтем стих 9 без оговорки об исключении. «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей, оговорка об исключении исключается, женится на другой, тот прелюбодействует». Итак, общее правило гласит, если ты развелся с женой и женился на другой, ты совершил прелюбодеяние. Насколько мне известно, такое толкование этого местописания впервые прозвучало именно во время земной жизни и служения Иисуса Христа. Наверняка это крайне изумило тех, кто слушал Иисуса, ибо закон Моисеев предписывал побивать прелюбодеев камнями. Развод и повторный брак в истории Израиля был обычным делом, и никому тогда в голову не приходило называть разведенных и женившихся вновь прелюбодеями. А вот теперь Иисус сказал об этом открыто и прямо. И иудеи, несомненно, понимали, что такое положение дел грозит всем, кто расторгает один брак и вступает в другой, оказываясь прелюбодеем. Смертная казнь грозит таким людям через побитие камнями. Итак, вот общее правило. Если ты развелся с женою и женился на другой, то ты совершил прелюбодеяние. Если это так, то можно ли счесть развод и последующий брак чем-то положительным? А отнюдь нет. Ибо прелюбодеяние – это грех, за который закон Моисеев предусматривает самое строгое наказание. Тогда возникает вопрос, следует ли фразу «не за прелюбодеяние» рассматривать как исключение из общего обсуждаемого правила. Вот такое правило. Иначе говоря, оставив свою жену и женившись на другой, человек совершает прелюбодеяние, что подразумевает, что отныне никто не должен разводиться и никто не должен жениться снова. Но может ли наличие исключительного случая, описанного соответствующей фразой в общем правиле, отменять действие этого общего правила, высказанного Иисусом Христом и процитированного в Библии? Существуют ли определенные обстоятельства, а именно факт совершения парнея, прелюбодеяния, при которых развод и новый брак с другим человеком не будет считаться прелюбодеянием? Если такие обстоятельства действительно существуют, то логично предположить, что некие основания для законного расторжения брака и вступления в новый брак все-таки есть. Итак, с другой стороны, если фраза «не за прелюбодеяние» не выражает исключение из общего правила, и это правило применимо при любых условиях, то получается, что Иисус устанавливает безоговорочный запрет на развод. Следовательно, здесь крайне важно установить, содержит ли стих 9, Евангелие от Матфея, 19 главы, исключение, позволяющее разводиться и вступать в новый брак, без нравственного осуждения при этом, или не содержит. И теперь, прежде чем мы продолжим, позвольте мне уточнить еще один момент. На наших занятиях здесь мы не обсуждаем законодательство тех стран, гражданами которых мы являемся. В данном контексте нас интересует не брачное законодательство США, Канады, России или любой другой страны мира, а Божье отношение к разводу и к новому браку. Мы знаем, что в США законно развестись и вступить в новый брак, и большой трудности это не представляет. Но насколько законным будет развод и, соответственно, последующий новый брак в глазах Божьих, вот в чем вопрос. Именно под этим углом мы и рассматриваем данную проблему. Именно с этой точки зрения ее обсуждает Иисус Христос. Хотя, конечно, принимая во внимание политическую ситуацию времен Христа, мы знаем, что законным в то время считалось то, что предписывалось законом Моисеевым. Но, по сути, Иисус объясняет народу, как на проблему развода и повторного брака смотрит сам Бог. Здесь вы видите третий пункт нашего обсуждения, где утверждаю, что оговорка об исключении действительно описывает случай, когда общее правило неприемлемости развода и повторного брака может быть законно нарушено. Однако, не все люди и не все богословы с этим согласны. Когда я впервые занялся изучением этого вопроса, а это было еще во времена своего пастерства, то, проработав ряд источников, я обнаружил три или четыре различных способа понимания или интерпретации оговорки об исключении. И позже, при повторном исследовании в ходе написания книги, мне стало очевидно, что вопрос этот гораздо сложнее и глубже, чем мне представлялось. Способов толкования оговорки об исключении не три-четыре, а не менее девяти или десяти, а может быть и целая дюжина. И это все при условии, что вы признаете, что исследуемое слово действительно принадлежит Иисусу, а автором Евангелия действительно является Матфей. В том же случае, если вы придерживаетесь мнения о том, что данный текст был написан ранней церковью и потом приписан Христу, ну тогда, вероятно, следует задаться вопросом, с какой целью это было сделано. И тогда вариантов толкования данного исключения становится еще большим. Итак, в чем же заключаются разные подходы? В целях осужения спектра возможных интерпретаций давайте примем, что рассматриваемые нами слова действительно принадлежат Иисусу Христу, а Евангелист Матфей действительно написал Евангелие от Матфея. Итак, как, учитывая это, следует понимать оговорку об исключении? Все подходы к толкованию я разделил на три категории. Итак, к первой категории я отнес взгляды под общим основанием «разводиться вообще нельзя ни при каких обстоятельствах». Именно такой вывод делается на основе анализа значения оговорки об исключении некоторыми церквами, динаминациями и богословами. Вторую категорию фактически составляет только один подход. Согласно этого подхода, разрешается развод, но запрещается повторный брак. Расторжение брака при четко определенных условиях – да, повторный брак – никогда. И третья категория здесь представлена разнообразными подходами. Вы увидите об этом позже. Эти подходы в определенных случаях разрешают развод и новый брак. Итак, категории мы с вами определили. Теперь давайте посмотрим, какие конкретно подходы относятся к каждой из этих категорий. Для начала давайте рассмотрим шесть взглядов, налагающих полный запрет на развод. При этом я хочу не только обозначить название и основную суть этих подходов, но и показать, как в каждом случае следовало бы читать Евангелие от Матфея, 19 главу, 9 стих. Давайте сейчас будем читать 9 главу, 19 главы Евангелия от Матфея и смотреть, что здесь имеется в виду. Первая точка зрения называется «инклюсивистской», то есть «включающей». Она включает это исключение. Согласно этой точке зрения, рассматриваемая оговорка на самом деле не содержит ни одного исключения из данного Христом общего правила. На самом деле, по сути, здесь Иисус говорит, по точке зрения этих людей, кто по какой-либо причине разведется со своей женой и женится на другой, на другой женщине, причем здесь, кстати, если этот человек думает, что совершенное его женой прелюбодеяние, то есть по-гречески парнея, дает ему для этого основания, то такой человек серьезно заблуждается. Даже если жена ему изменила, согласно этой точке зрения, он все равно поступает вопреки учению Христа, если он хочет развестись с ней, даже если она изменила. Следовательно, фраза «не за прелюбодеяние» не подразумевает исключение из общего правила, а напротив, эта фраза является составляющей, органически составляющей этого правила, то есть включается в него. Само же правило гласит, кто разведется со своей женой, тот прелюбодействует. Прежде чем перейти к следующей точке зрения, я думаю, что целесообразно вкратце остановиться на том, чем, собственно, объясняется действие этого общего правила. То есть, возможно, такая логика. Ну, хорошо. Иисус сказал, что если кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует. Не вполне понятно, почему и с чего исходит Иисус Христос в этом случае. Может быть, он опирается на этический аспект радикального или крайнего варианта теории о божественном повелении. То есть, он этим говорит «я Бог, я устанавливаю правила, и это одно из этих правил, и никаких комментариев я давать по этому поводу не буду». Нет, я не думаю, что Бог действует произвольно. За его решением прослеживается вполне определенная логика. И логика эта, опять-таки, построена на Божьем видении состояния брака. В начале первой главы, посвященной вопросам развода и повторного брака, я рассуждал о том, что составляет брачный союз. Нам известно, что брак считается действительным при соблюдении определенной совокупности условий, при которых Бог рассматривает мужа и жену как единое целое. И возникает вопрос, возможно ли расторжение брачного союза в принципе? Заметьте, здесь мы не говорим о юридической возможности расторжения брака, ибо нам известно, что она существует во многих странах. Речь здесь идет о том, насколько разрыв брачного союза приемлем для Бога. Существует минимум один случай, когда такой союз перестает существовать. И это в случае смерти одного из супругов. Правильно? Понятно, что после смерти супруга человек свободен от брачных уз и может вступить в новый брак. В этом нет ничего предусудительного. Но есть ли какая-то иная причина для законного расторжения брака? Те, кто утверждает, что Писание запрещает разводиться и вступать в новый брак, по сути, задают тот же самый вопрос. Они говорят, возможно ли расторжение брачных уз по причинам иным, чем смерть одного из супругов? И их ответ в этом случае – нет. Для Бога заключенный некогда брак навсегда остается браком, так они считают. Отсюда запрет на развод и повторный брак считаются вполне понятным явлением. Хорошо. А теперь давайте снова обратимся к рассматриваемому правилу. Иисус говорит, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует. Почему так? Но ведь все логично, не так ли? Ибо для развода с женой не было должных оснований. Под должными, под законными, я понимаю, такие основания, которые позволяют считать брак расторгнутым в Божьих глазах. И если брачный союз между супругами сохраняет свою силу, несмотря на тот факт, что между ними состоялся бракоразводный процесс, какой бывает в разных государствах, если Бог считает этот брак действительным, в его глазах это сохраняется как брак, то что происходит, когда люди вступают в взаимоотношения с другими людьми? Здесь происходит прелюбодеяние. Правильно? Ты имеешь отношения с одним человеком, тогда как перед Богом ты состоишь в браке с другим. Такова логика данного правила. И тогда это должно означать, что если ты расторгаешь брак на библейски неприемлемых основаниях, и если ты формируешь новые отношения с новым человеком, тогда ты ведешь двойную жизнь. Это двойная жизнь. Это прелюбодеяние. Ты должен быть до сих пор женат еще на первом в своем супруге. Это прелюбодеяние. Следовательно, поиск исключения из данного правила означает поиск причин, кроме смерти супруга, для библейски обоснованного расторжения брака. Если такие причины есть, то новый брак не будет считаться прелюбодеянием, а будет воплощать новый союз, естественно, после законного расторжения предыдущего. Согласны? В этом случае двойная жизнь исключена, то есть у человека получается только одна семья. При этом не пытается никого обманываться, он не сохраняет две семьи, а только одну. Вот на чем основано это правило. И теперь становится понятно, почему столь важно было установить значение слова «эрват давар» на еврейском языке. На нашем языке это может быть объяснено как прелюбодеяние. Именно это словосочетание описывало единственное основание для законного развода последующего брака. В те времена люди то и дело расходились и вновь женились по самым разным, часто неприемлемым для Бога причинам. Однако в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 9 стихе, впервые упоминается о том, что необоснованный развод и такой же незаконный новый брак фактически равны прелюбодеянию. Раньше об этом никто никогда так не говорил. Вот почему такое утверждение повергало людей в шок. Что ж, это только показывает, как было извращено их восприятие. В законе Моисея вам не было сказано, кто разведется со своим супругом на незаконных основаниях и вступит в новый брак, тот прелюбодействует. И если не знать, что в этой ситуации происходит пред Богом, то живется намного легче. Разводись, женись, опять разводись и снова женись. Однако, по крайней мере, было такое ощущение, что если причина для развода и существует, то она должна описываться выражением «эрват давар». Любое другое основание будет для Бога неприемлемым. При этом Бог не сказал, кто разведется на незаконных основаниях и женится или выйдет замуж снова, тот прелюбодействует. Но все же во времена Моисея и во времена Христа люди полагали, что если Моисей и говорит о некой причине для развода, значит, допустимыми будут не все основания. Ну, не считая споров между Гилелем и Шамаем о законном основании для развода, то есть о значении слова «эрват давар», значит ли это, что это все, что угодно, или исключительно сексуальная непристойность и, вероятно, прелюбодеяние. Итак, такова логика. Мнение о безусловной недопустимости развода подразумевает, что пред Богом брак будет оставаться браком, пока супругов не разлучит смерть. И если никакие поступки супругов не будут достаточным основанием для расторжения брачных уз, то, разумеется, недопустимо выгонять супруга из дома и находить ему, так сказать, замену. Иначе супруг или супруга совершит прелюбодеяние, потому что иметь сексуальное отношение с другим человеком – это и есть прелюбодеяние. Что ж, позиция этого подхода говорит, что Иисус не делает никакого исключения в правиле «не разводись». Этот подход утверждает, что это правило полностью запрещает все разводы, включая даже случаи прелюбодеяния – парнеа. Это, согласно инклюзивистам, не является законным основанием для развода и заключения нового брака. Теперь вторая точка зрения. Она известна как своеобразная форма взгляда без комментариев. С этой точкой зрения, в частности, согласуется убеждение, что словосочетание «эрват давар», которое применено в книге «Второзаконие», 24 глава, 1 стихе, означает то же, что и парнеа, которое применено в книге «Матфея», 19 глава, 9 стих. И таким образом, своим вопросом фарисеи получается, что попросили Иисуса изложить его понимание «эрват давар», что он думает, что это значит. И если «эрват давар» действительно равнозначно полностью парнеа, то это значит, что Иисус либо присоединяется к их дебатам и становится на ту или другую точку зрения, утверждая, что либо можно человеку разводиться по любым причинам, когда он усмотрит что-либо противное в жене, либо он станет на позицию, что разводиться позволительно лишь по причине прелюбодеяния, или что-то еще. Но этим все не ограничивается. Данный подход не только допускает, что «эрват давар» и парнеа – это одно и то же, но и предполагает, что Ивангелет Матфея, 19 глава, 9 стих, не имеет отношения к разногласиям между учениями Гилеля и Шамая. А употребленная Христом оговорка об исключении фактически выражает нежелание Иисуса как-то комментировать этот вопрос. Отсюда Ивангелет Матфея, 19 глава, 9 стих следует читать, согласно этой точке зрения, таким образом. Кто разведется с женою своей не за прелебодеяние, по поводу которого я высказываться не буду, и женится на другой, тот прелюбодействует. Сторонники этого подхода считают, что «эрват давар» равнозначно парнеа, а своей оговоркой об исключении Иисус отказывается вступать в полемику между Гилелем и Шамаем. Так, какой же вывод на основе всего этого мы можем сделать относительно фразы «не за прелебодеяние»? Дает ли она человеку законное основание для развода? Не дает. Потому что оговорка об исключении не гласит, вот, смотрите, основное правило, а вот случай, в котором данное правило не действует. Обсуждаемый подход предполагает следующее, вот основное правило, а что до фразы «эрват давар» или парнеа, то по этому поводу я вам ничего не скажу. Без комментариев. Тогда что, согласно общему правилу, можно считать законным основанием для расторжения брака? Ничего. Такого основания нет. А оговорка «не за прелебодеяние» не выражает никаких исключений из этого общего правила. Иисус просто отказывается вступать в полемику. Вот в чем суть подхода, называемого без комментариев. Третье. Разъяснение взгляда обвинения. Формулировки в этом случае по сравнению с предыдущими будут звучать несколько иначе. И это не случайно. Особенность данного подхода заключается в использовании Нагорной проповеди, записанной в Евангелии от Матфея в пятой главе, в качестве основы для определения исключительного случая. В Евангелии от Матфея в пятой главе Иисус касается темы развода и повторного брака. Давайте обратимся к стихам 31 и 32, пятой главы Евангелия от Матфея. Это очень и очень интересное место. Смотрите, что говорит Иисус. «Сказано так же, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную». Иисус не говорит «говорю же вам» или «так говорит Бог». Он просто говорит «сказано». Эя фраза употреблялась довольно широко не только во времена Моисея, но и во времена Иисуса Христа. А здесь, в 32 стихе, Иисус продолжает. «А Я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». С одной стороны, эти слова весьма созвучны с тем, что написано в Евангелии от Матфея, 19 глава, 9 стих. Но все же они не совпадают с ними полностью. Так? Здесь речь идет скорее не о человеке, который разводится и женится снова, совершая при этом прелюбодеяния, а о том, как эта последовательность событий, то есть развод и новый брак, отражается на оставленном супруге. Что ж, богословы единодушно признают. Оговорка об исключении в Евангелии от Матфея, 5, 32, вряд ли означает нечто иное, чем то, что записано в Евангелии от Матфея, 19, 9. Следовательно, в чем бы ни заключалась рассматриваемая позиция, если она основана на Евангелии от Матфея, 5 главе, она не будет противоречить тому, что записано в Евангелии от Матфея, 19, 9. Позвольте прежде всего обратиться к логике высказываний в Евангелии от Матфея, 5 глава, 32 стих, так же, как мы делали при анализе основного принципа, сказанного в Матфея, 19, 9. Итак, стих 32. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Возникает вопрос, почему? Почему развод дает жене повод к прелюбодеянию? Звучит весьма странно, не так ли? Помните, что мы отмечали в отношении еврейского общества и прав женщины? По сути, женщины были лишены всяких прав. И наилучшим вариантом для нее, для женщины, с точки зрения ее обеспечения, после развода был повторный брак. Верно, да? Две другие альтернативы – или попрошайничать, или заниматься проституцией. Не лучший выход. Иисус об этом хорошо известно. Итак, большинство разведенных женщин вступали в повторный брак. Но, как говорится в Евангелии от Матфея, 19 глава, 9 стих, «Тот, кто разведется с женою своей, но для Бога этот брак остается действительным, и женится на другой, тот прелюбодействует». И не только он, но и его супруга. Так ведь? То есть, если ты разводишься, то это еще не значит, что твой брачный союз перестает существовать в Божьих глазах. А значит, твой супруг или супруга до сих пор остается связанным с тобой брачными узами. И посему, если женщина после развода вынуждена вступить в новый брак, чтобы не просить милостыню или не торговать собой, то получается, что она все еще состоит в браке с первым мужем. А значит, разведясь, она обречена на прелюбодеяние. Но сама женщина в этом не виновата. Такое положение – результат действия ее мужа. Однако это ничего не меняет. Поэтому Иисус говорит, «Поступая так, ты подаешь ей, то есть своей жене, повод прелюбодействовать». Каким образом? Вот таким. Отвергая ее, как женой, подталкивая к взаимоотношениям с другим мужчиной, тогда как для Бога она по-прежнему остается женой первого мужа и, следовательно, совершает прелюбодеяние. При этом, вовлеченной в ситуацию оказывается не только сама женщина, но и ее новый муж. Об этом мы читаем в последней части стиха 32. «И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Почему? Потому что для Бога она связана браком с первым мужем. И эта связь не расторгнута. А значит, выйдя замуж за другого, прелюбодействует не только она, но и ее новый муж, потому что он вступил в брачные отношения с чужой женой. Причем ни он, ни она к этому не стремились. Здесь всему виной муж той женщины, то есть первый муж, который безосновательно расторг с ней брак. Что ж, если так в общем смысле следует понимать Евангелие от Матфея, 5 главу, 32 стих, то возникает вопрос, существует ли исключение из этого общего правила. Согласно данному подходу, который называется «разъяснение взгляда обвинения», оговорка об исключении не отменяет действия общего правила. То есть оговорка дана с целью разъяснения того, что следует считать прелюбодеянием. Отсюда, согласно этой теории, следует читать соответствующий стих так. «Кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Тогда разве не придется признать, что в случае развода по причине прелюбодеяния повторный брак для нее не будет поводом прелюбодействовать, поскольку этот грех она уже совершила, совершила раньше, за что муж и оставил ее. Следовательно, оговорка об исключении здесь имеет целью обозначить, что является, а что не является грехом для тех, кто хотят разобраться в этом. В случае супружеской неверности, то есть, когда муж разводится с женой по причине порнеа, она уже совершила грех прелюбодеяния. И в этом смысле повторный брак ничего уже не меняет. О чем это говорит? Это говорит не о том, что при необоснованном расторжении брака новый брак женщины будет для нее прелюбодеянием. Если же муж оставил жену по причине ее супружеской неверности, то в новом браке она скорее не начнет, а продолжит прелюбодействовать. Это единственная мысль, которую, исходя из данного подхода, Иисус желал донести посредством оговорки об исключении. Итак, позволительно ли, учитывая вышеизложенное, разводиться и вступать в новый брак? Нет. Единственное, что позволяет такой подход, это определить, когда, где и как ты согрешил. При этом нигде не прослеживается мысль о том, что грешить это нормально. И вместе с тем этот подход относится к категории полностью запрещающей развод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok